Ни один человек в России, да и не только в России, наверное, не будет оспаривать значимость Дня Победы в осознании национальной коллективной идентичности россиян. И это хорошо на самом деле, что вот эта дата, это общенациональное деяние Победы над действительно самым антигуманным, самым зверским, наверное, режимом XX века, над национал-социализмом, сознание россиян является вот такой объединяющей датой. Ну, в конечном счете, хорошо, что нас всех что-то объединяет, и эта дата на сегодняшний момент является основной в осознании того позитива, что несет наше прошлое. Победа войне, победа, собственно, в борьбе за выживание, в борьбе за сохранение и русской, и других наций, которые проживают на территории России. Это хорошо. Но, тем не менее, может быть, стоит подумать, а что будет дальше? Ведь через какой-то промежуток времени, когда уходит поколение, пережившее войну, могучие рассказать о ней, хранящие эту действительно живую историческую память, События, безусловно, это тоже нормально приобретают несколько другой оттенок. Мы все помним о победе в войне против Наполеона, войне с французами в 1812 году, но она, безусловно, для нас не такая живая, как события недавнего, еще недавнего прошлого. Что будет с этим днем? Как он будет отмечаться? Что он будет означать для всех нас? И в этом отношении хочется вспомнить, ну, во-первых, вообще об истории этой даты, об истории празднования Дня Победы, когда после войны этот, собственно говоря, день представлял собой для многих людей события их личной жизни, для всех людей события их жизни. И основная надежда, конечно, была на то, что вот сейчас настанет мирная жизнь. Вспомним кадры исторической хроники, вспомним 9 мая 1945 года, вспомним кадры встречи родных, не просто солдат, да, а родных, мужей, братьев, отцов, возвращавшихся с фронта. Это были действительно слезы, это была человеческая радость. Но после, собственно, 1945 года День Победы не был, не только выходным, праздничным днем, он быстро перешел в категорию достаточно обыденных вещей, поскольку задача была в другом, задача была в восстановлении, в сплочении, в дальнейшем движении к коммунизму. И на этом фоне День Победы с огромным количеством вернувшихся с войны, помнящих не только ее парадную сторону, не только именно победную сторону, а скорее помнящих о другом, о смерти товарищей, о жестокостях, о грязи, о боли, об ужасах войны. На этом фоне День Победы не использовался властью в полной мере для решения именно этой задачи коллективной парадно-праведничной идентичности. Только в 1965 году, когда прошли 20 лет после возвращения победителей в разоренную страну, фактически в страну, долго и трудно оправлявшуюся после войны, после немецко-фашистской оккупации, только через 20 лет власть действительно обратилась к этой парадно-официальной стороне Победы. И вот это ощущение того, что советский солдат — освободитель, победитель, оно стало целенаправленной или подсознательно замещать все остальное. То есть советский солдат действительно освободил Европу от фашизма, советский солдат принес людям мир. И вот эта вот мысль о том, что советский солдат — победитель, освободитель, она стала замещать понимание войны как катастрофы, понимание войны как ужаса, фактически, происходящего со всех сторон. Поскольку количество жертв с нашей стороны, до сих пор, собственно, не поддающихся точному исчислению, оно, безусловно, превосходит всякие понимания вообще пределов человеческого горя и ужаса во время войны. Понятно, что, собственно, празднование Дня Победы в нашей стране имеет совершенно исключительное значение. Мы победили, мы принесли мир в Европу, мы вынесли на себе, Советский Союз вынес на себе основную тяжесть войны. Но все-таки за те вот годы, 70 лет и более прошедшиеся Дня Победы, в Европе этот праздник постепенно, эта дата вернее, постепенно сместилась в сторону понимания именно этой тяжелой стороны войны, именно этой катастрофичности войны как таковой. Поэтому память о жертвах войны, причем со всех сторон, он сейчас в Европе превалирует над ощущением даже победы над национал-социализмом, победы над фашизмом. И по мере движения советского режима в сторону все большего окостенения, в сторону, наверное, все большей деологизации, День Победы, к сожалению, становился скорее вот такой вот парадно-официальной, парадно-официальной частью общей идеологической концепции позднего советского режима. Вот это вот культивирование парадно-официальной версии как трудного движения к победе, причем на любом уровне, вспомним трогательные слова Булата Акуджавы, «И нам на всех нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим». Понимаете, замалчивалась фактически подлинная истинная цена войны. Вот это вот огромное количество жертв, да, огромное количество людей, так или иначе, судьбы которых перепахала война, да, судьбы родных, судьбы семей и так далее. На первый план выдвигалась вот эта вот парадно-официальная терминология, а стиралась индивидуальная память, стирались воспоминания о негероических сторонах победы, стирались, может быть, действительно какие-то факты, свидетельствующие, действующие, ну, о тех непарадных и страшных странах войны, особенно в начале и о лете 41-го года, а, собственно, осени 41-го года, когда фактически под вопрос было поставлено и существование столицы, и советского режима как такового возможного и так далее. В 90-е годы происходит перелом. Когда Советский Союз прекращает свое существование, тогда начинается отрицание исторического прошлого, и страна, может быть, кидается в другую крайность. Отменяются все парады, отменяются все советские праздники, прекращают, вернее, свое существование. Всплывает целый вал исторической правды, но в сторону негатива. Это тоже не совсем верно, поскольку, естественно, в нашей истории, как в истории любой страны, и тем более в сложные переломные моменты, были и позитивные, и негативные моменты, позитивные и негативные стороны. И долг историка состоит в комплексном подходе к изучению всех этих сторон. Поэтому принятие решения о восстановлении празднования Дня Победы безусловно, позитивный факт. И вот в 90-е годы, по мере, с одной стороны, узнавания исторической правды, которая не всегда соответствовала официальной, тем более парадной официальной версии о войне, а с другой стороны, по мере того, как, к сожалению, уходят наши ветераны, люди, вообще видевшие войну своими глазами, пережившие ее в детстве, в юности, происходит буквально следующее. С одной стороны, память о войне переходит в категорию опосредованного явления. То есть мы видим войну со страниц книг о войне, из кинофильмов. Мы действительно не можем, почти уже, к сожалению, не можем ее увидеть глазами очевидцев. А с другой стороны, наоборот, война действительно начинает пониматься как человеческое, общечеловеческое бедствие, как катастрофы и как память о жертвах со стороны как победителей, так и, честно говоря, побежденных. Потому что жертвы среди гражданского, особенно населения, были действительно со всех сторон, и они были неизмеримы, несоизмеримы даже с тем, что было на фронтах. Этот процесс учеловечивания войны, этот процесс признания ее катастрофических, действительно страшных сторон, очень ярко и наглядно отражается, прежде всего, в изменении мемориализации памяти о войне, в изменении вида исторических памятников, посвященных этому событию и Дню Победы как таковому. Если 70-е годы – это период таких вот огромных, действительно величественных монументов, которые, наверное, тоже отвечали определенному историческому периоду, определенному задачам, безусловно, то в последние годы мы видим, особенно все-таки в странах Западной Европы, движение в сторону камерных памятников, памятников небольших, человеческих, скажем так, человеческого измерения, но, тем не менее, не менее активны и не менее сильно воздействующих на людей и выполняющих свои задачи. Мы видим памятники тем людям, тем жертвам войны, которые на первых порах, в принципе, не были особенно распространены, памятники гражданскому населению. В частности, у нас в России есть замечательный и небольшой, действительно, но очень психологически сильно воздействующий памятник жертвам бомбежек среди гражданского населения в Волгограде. Это вообще город-мемориал, Сталинград, Волгоград. И там на набережной поставлен небольшой белый памятник жертвам среди гражданского населения. Бомба падает на женщину с ребенком, которая обняла своего малыша, пытаясь его хотя бы защитить от этого ужаса. И бомба накрыла их, то есть она уже на них упала, то есть они уже не живут. Этот памятник, который вот как раз представляет эту новую тенденцию очеловечивания, жертв войны. В Берлине на Фридрихштрассе поставлен замечательный небольшой такой мини-мемориал памяти еврейских детей в замученных концлагерях, ставших действительно невинными страшными жертвами этой войны, политики уничтожения евреев, холокауста, в чем немцы не перестанут, я думаю, каяться. Этот памятник представляет собой две группы детей. Одна из них выполнена из светлой бронзы, в руках держат, ребята держат игрушки, цветы, конфеты, у них радостные лица, и внизу надпись «Они идут в жизнь». С другой стороны, спиной к ним поставлена группа детей из темной бронзы, в руках чемодан. Девочка держит маленького брата, брат плачет, и перед ними рельсы, а внизу надпись «Они идут в смерть». То есть вот этот контраст, он воздействует на людей и напоминает о человеческом измерении войны, о том, что жертвы, и о том, что вот эта вот память о них, они не имеют исторических пределов и не имеют исторических границ. Поэтому и через 50, и через 100 лет мы, в принципе, будем помнить, я думаю, именно об этой стране, о том, что любая война несет прежде всего смерть. Для тех, кто, собственно, не то, что ее не заслужил, для тех, кто рожден для жизни, для людей, которые могли бы жить дальше и принести счастье и пользу себе и своей стране. И, собственно, это, я думаю, очевидно больше всего. Поэтому, конечно же, я думаю, что память о войне, память о Великой Победе, так или иначе, останется и будет существовать и цементировать наше общество. Но мы дальше и дальше будем помнить о том, какую цену мы заплатили. И то, что за ценой мы не постояли, это, собственно, понятно. Но это ужасно, что война имела для нас такую цену. 27 миллионов жизней, сколько их было на самом деле 27 миллионов, или в несколько раз даже больше, сказать достаточно сложно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok